Останки семилетнего героя национально-освободительной борьбы греков киприотов Димитракиса Димитриадиса, убитого в 1956 году, британскими колониальными властями идентифицированы. Об этом, как сообщило Кипрское бюро печати и информации, президентский комиссар Фотис Фотио проинформировал в субботу родственников мальчика. Останки маленького ребенка были найдены 30 октября в массовом захоронении на кладбище Айос Георгия Сконтос в Ларнаке и эксгумированы с целью их идентификации. О результатах экспертизы, подтвердившей в итоге их принадлежность Димитракису, Фотю сообщил брату погибшего, Лакису Димитриадису. 14 марта 1956 года Димитракис Димитриадис принимал участие в организованной школьниками Ларнаке демонстрации против отправки в ссылку на Сейшельские острова лидера национально. Освободительной борьбы впоследствии первого президента независимой республики Кипр архиепископа Макариоса III, 1913-1977. Во время этой акции протеста 7-летний мальчик был убит выстрелом в голову, произведенным со стороны британских войск. Опасаясь, что после этого протесты обретут еще более массовый и непримиримый характер, колониальные власти попытались скрыть следы преступлений и под покровом ночи тайно захоронили тело мальчика. В апреле нынешнего года Лакис Димитриадис сообщил в эфире телеканала Альфа-Тиви о том, что его брат был убит из револьвера, что говорит о том, что выстрел производил британский офицер, а не солдат. Он также сказал, что этот офицер спустя несколько лет после совершения преступления признался в содеянном их отцу. Попросил прощения и предложил их семье 100 фунтов стерлингов, которые в ту пору были немалой суммой денег, чтобы хотя бы как-то загладить вину. По его словам, отец принял извинения, но денег не взял. На острове Димитракис Димитриадис стал героем. На территории школы в Ларнаке, где он учился, ему установлен памятник. Президентский комиссар пообещал семье убитого мальчика, что власти острова теперь захоронят останки Димитракиса с надвижащими герою почестями. Национально-освободительная борьба греков-киприотов продолжалась с 1955 по 1959 год. Многие участники этой борьбы стремились к достижению сразу двух целей – освобождению Кипра от британского колониального владычества и Каназису при соединении острова к Греции. Однако в итоге реализовалась только первая из этих целей. В 1960 году Кипр обрел государственную независимость. Продолжение следует... Продолжение следует...